МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители Европы вынуждают экономить буквально на всем. Западу предстоит пережить затяжной кризис, в котором аукнулись большая любовь к санкциям против всех и вся. С 1 сентября отключается Германия. Правительство намерено экономить энергию за счет запретов. Отопление должно быть отключено, горячая вода уменьшена, бассейны холодные, запрещена реклама с подсветкой и открытые двери магазинов. Спасет ли это немецкую промышленность? Увы. Меры по подсчетам должны сэкономить лишь 2%, а необходимо понизить зависимость от газа на 15%. Теперь немцам придется работать в офисах при температуре 19 градусов. Если же работа предполагает тяжелый труд, температура может быть понижена до 12. Технические помещения и коридоры отапливать запрещено. Впрочем, как и мыть руки горячей водой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это лишь часть мер. Второй пакет постановления о энергоосбережении вступит в силу с октября. Мы сталкиваемся с усилиями национальной силы. И для этого требуется сильное взаимодействие государства, экономики и общества. Федеральных, государственных, местных органов власти, социальных партнеров, профсоюзов, ремесел и ассоциаций, а также гражданского общества. Каждый вклад имеет значение. Немецкие СМИ сутки напролёт штампуют памятки, советы и рекомендации, как избавиться от российской зависимости у себя дома. Ну, во-первых, ванна. Это для расточительных. Лучше душ, лучше бы холоднее, снизив напор воды и сократив время приёма. Кроме того, необходимо уменьшить и количество приёма душа как минимум до одного раза в неделю. У врачей тоже есть рассуждение о том, насколько с гигиенической и с медицинской точки зрения полезны частые приёмы душа. И что совершенно логично, если я принимаю душ раз в неделю, то использую меньше воды. Таким образом, экономия на одного члена семьи составит примерно 120-150 евро в год. Так что меньше мыться, больше экономить. Люди, не паникуйте. Это тенденция США и Великобритании. И это делают звёзды. Принц Гарри, Мила Кунис, Эштон Катчер, Джейк Джилленхолл. И, конечно, я тоже. И они это делают, потому что в первую очередь они надеются на лучшую кожу. И, во-вторых, это, конечно, намного лучше для окружающей среды. Впрочем, можно и тряпочкой вместо душа обтираться. Так, например, делает премьер-министр немецкой и федеральной земли Баден Винтемберг, Винфрид Кричман. И вот социальная реклама. Какие четыре части тела немцам мыть всё-таки можно ради экономии? И всё это было бы, конечно, смешно, если бы не реальное положение дел. Немцы плачут, получая платёжки ЖКХ. Всё хорошо, мы справимся с этим. Плакать тут действительно есть от чего. 1017 евро в месяц. Можете себе представить? А раньше было 228 евро. Такие счета выставляют газовые компании. Впрочем, провайдера можно поменять. Но есть ли в этом смысл, есть ли дело в европейской солидарности? Кстати, большинство немцев, а именно 62% недовольны работой Шольца. Как утверждает исследование социологического института Инса, если бы выборы на пост канцлера прошли сейчас, поменяли бы не провайдера, а Шольца. Он занял бы лишь третье место. Не хотят немцы мёрзнуть ради Украины. Вы считаете, что Шольц начал работать на хозяина? Боюсь, что начал. Впрочем, немцев пригласили перезимовать на курортах Греции. Хотя затея, прямо скажем, рискованная. Ибо греческое телевидение учит грамотному сливу бензина и дизеля у тех, кто ранее успел и миражиться в условиях резкого роста цен на топливо. Это не что-то ужасно сложное. Вам даже не нужна специальная трубка. Подойдёт даже шланг для полива балконов. Ещё можно в правильном месте проткнуть бензобак у соседа, не забыв убедиться в отсутствии свидетелей, чтобы не загреметь в участок, ведь это настоящая кража. Так что если подойти к баку с отверткой или ножом, можно очень легко сделать дыру и начать опорожнять бак. К веерным отключениям света в ноябре, декабре и январе приготовятся Британия. Многие просто не смогут оплатить коммуналку текущей зимой. Расходы достигнут 4 тысяч фунтов стерлингов. Это в 4 раза больше, чем в прошлый отопительный сезон. Некоторые в частях королевства из-за нехватки энергии веерные отключения будут носить хаотичный характер. 4-6 часов ежедневно. В лучшем случае. В худшем – от 5 до 7 дней. Нам нужно больше консерв, чтобы люди могли просто открыть их и съесть. Не готовить? Да, не готовить. 6 миллионов британцев – это 10% населения страны. Этой зимой окажутся под удар. Еще миллионы человек попадут в топливную нищету и рискуют попросту замерзнуть, если зима окажется очень холодной. Впрочем, экономить британское правительство рекомендует уже сейчас. Например, не пользоваться электроприборами с 17 до 20. Посудомоечную машину включать всего на час, а душ принимать в течение 6 минут. Правда, вопреки советам, в Британии набирает силу движение неплательщиков – тех, кто не желает оплачивать электроэнергию в пику заигравшимися санкционные войны правительству. Это им еще только предстоит узнать, что будет, когда женщиной станет Бори Джонсон. Решать, как спасти от энергонищеты, вероятнее всего, предстоит танкистке лезть. Если люди думают, что проблема будет решена в течение полугода, то они не правы. Это долгосрочная проблема. Собрать тревожный чемоданчик рекомендуют полякам. Для отдельных потребителей этой зимой начнутся перебои в подаче электроэнергии. Вы можете собрать себе в одном месте самые необходимые средства, которые позволят функционировать, сделать так называемый блок-аут-бокс. Засунуть туда фонарик, аптечку с необходимыми перевязочными средствами, батарейки. Хорошо иметь там и теплое одеяло, и зажигалку. Завершая это, и будучи уверенным, что все эти вещи будут в одном легкодоступном месте, мы значительно увеличиваем свои шансы пережить несколько часов или даже дней в случае длительного отключения электроэнергии. Собрать тревожный чемоданчик, понизить температуру и не отапливать комнаты, которые не используются. Вести личный блок-аут на несколько часов ежедневно. И, конечно, меньше мыться. Королева Испании Изабелла Кастильская, кстати, мылась жизни лишь дважды. На Кристины и перед свадьбой. А король Франции, Людовик XIV, упоминали русские послы, смердел оки дикий зверь. Да, были времена, когда Европа уже умело экономила в избежании энергокризиса. Дрова, говорят, тогда стоили неимоверно дорого. Екатерина Тихомирова в главном эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...